Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про самый простой способ обмена информации между микросервисами. Это будет REST, это будет HTTP клиент. Итак, поехали! Итак, для того, чтобы продемонстрировать реальную работу примера, мне потребуется как минимум два микросервиса. Назовем их микросервис 1 и микросервис 2. И для этого я сейчас создам solution. Blank solution, отлично. Нам он как раз подойдет. Пусть он называется demo. Давайте так, микросервис. Пусть будет basic. Мы создали solution. И теперь нам нужно в него добавить парочку новых проектов. Я буду использовать ASP.NET Core Application. Единственное, что я назову, это микросервис 1. Назову его микросервис 1 и микросервис 2, чтобы у нас было понятие, что микросервис 1 будет делать запросы в сторону микросервис 2. Я сделаю его empty, то есть пустым проектом. То есть кроме двух файлов программы и стартап, там ничего больше не будет. Это чтобы было проще понять, что и для чего мы делаем. Итак, у меня создалось приложение. У меня есть файл стартап. Я удалю лишний комментарий. И, в общем-то, можно, в принципе, отсюда начать. Итак, в первом проекте, который называется микросервис 1, мы будем делать запрос. Нам для этого потребуются services. Нам потребуются контроллеры. Контроллеры добавлены. Теперь в соответствии с тем, что если мы используем контроллеры, нам нужно сделать маппинг. Дефолтный, то есть роутов. И я сделаю default. Road. Mapping. И в связи с тем, что у нас не будет UI клиентов, мы не будем добавлять никаких Razer или других каких-то клиентов. У нас все будет на бэкэнде и слава богу. Теперь давайте создадим новый проект, который будет называться микросервис 2. Аппликейшн веб микросервис 2. Он тоже будет empty, в смысле пустой. Но здесь я поступлю немножечко по-другому. Я скопирую стартап. И замени его в файле уже другого проекта. У нас есть два микросервиса. Давайте сделаем какие-нибудь контроллеры в микросервисе 2. И для этого мы создим эти самые контроллеры. Ну, вернее, контроллер 1 в папке контроллер. Пусть он называется, допустим, home. Ну, пусть он называется homeControllerC-Sharp. Мы сделаем его наследником от контроллер. Уберем ненужные namespace. Кстати, вопрос задают мне часто, почему вы удаляете namespace. Они же не мешают. На самом деле, они очень сильно мешают. И они очень сильно влияют на IntelliSense. Так как Visual Studio в постоянном режиме обследует все сборки, которые у нее есть, чтобы максимально удобно было пользователю, то есть разработчику, программировать, она штудирует все namespace и, соответственно, использует namespace. И эти сборки подгружают. Если этих namespace нет, подгружать ничего не нужно, работает быстрее Visual Studio. А при окончательном результате, конечно же, сборки не требуются, они игнорируются. Но в режиме разработки это имеет значение. Итак, у нас есть контроллер. Давайте ему сразу создадим Rode. Пусть он называется... Ну, в общем-то, пусть он по умолчанию называется контроллер. Собственно, нам этого достаточно. Теперь создадим метод, который называется индекс. И вы знаете, наверное, я сделаю, чтобы он возвращал просто строку. И здесь как раз делаю, чтобы эта строка возвращалась. Давайте так ее назовем. Ну, допустим... From... Кто у нас? Микросервис 2. Я думаю, это будет нормально. Так, ну и, в общем-то, я вот не люблю, когда... IIS и IIS, как еще некоторые говорят, используется. Поэтому я сразу его из обоих... Из обоих, вернее, проектов удалю. Ну, потому что мы его не будем пользоваться. И поэтому нам он не нужен. Вот. И таким образом, да, у нас появился микросервис 1 и микросервис 2. А для того, чтобы они стартанули вместе, свойства Солюшена, выберу Multiple Project и скажу, чтобы стартовали оба одновременно. Теперь, если я нажму старт... Запустятся два проекта. Ну, естественно, нам это ничего не даст, потому что у нас нет ответа. А, кстати, они возвращают два одинаковых urla. Эту ошибку мне и показывает Visual Studio. Давайте поменяем... Пусть этот будет... Давайте сделаем таким образом, чтобы у нас этот был 6000 и второй 6000. А будут они дергать, соответственно, 50001. И еще раз запустим проекты. Да, конечно, проекты запустились, только нам это мало что дает, потому что нам это не дает ничего. У нас все на бэкэнде. Отлично. Раз они работают, поехали дальше. Ну, и тем не менее, чтобы удостовериться, что эта система у нас работает, давайте посмотрим вот сюда. И здесь напишем такую штуку, которая называется Launch URL. И она у нас соответствует названию компьютера, в смысле контроллера и конкретный экшен. Он у нас называется Index. По-моему, это делается вот таким вот образом. Здесь нужна запятая. Я сейчас его запущу. Я просто хочу удостовериться, что у нас это все работает. Да, по-моему, лишний слышно поставил. Да, действительно. В общем, да, мы получаем со второго микросервиса, который работает на адрес, на порте, на порту номер 50001. И давайте это все сейчас остановим. Это говорит о том, что наш микросервис 2 готов принимать запросы. И давайте сделаем таким образом. Я сейчас скопирую папку Controllers из микросервиса 2 и вставлю в папку Controllers микросервис 1. Ну, здесь мы поступим немножечко по-другому. Ну, мы здесь подготовим всю информацию для того, чтобы сделать вот из этого места запрос в микросервис 2. Для этого нам нужно сделать что? Ну, для этого давайте сделаем здесь небольшой рефакторинг. Мы сделаем iActionResult, чтобы делать запрос. Я еще сделаю async, наверное, и здесь добавлю task, чтобы мы смогли перехватить информацию из потока и вывести ее прямо здесь, непосредственно в самом контроле. Здесь я напишу... Ну, пусть будет окей. Вот. И, собственно говоря, вот здесь мы готовы написать request до сервиса 2. Давайте сделаю так. Нет, ничего не буду писать. Мы сейчас сделаем это немножечко по-другому. В общем, раз у нас есть потребность сделать запрос в другой сервис, нам потребуется сделать возможным доступность к какому-то интервенту, который это может сделать. Есть два варианта. Использовать HTTP клиент, который будет создан вручную через конструкцию new, либо использовать встроенный механизм, который имеет гораздо больше возможностей непосредственно в ASP.NET Core. Я сделаю здесь конструктор. Я сделаю iHTTP. client-factory. HTTP client-factory. Я создал свойства. И теперь вот это свойство я могу использовать вот здесь. Мне для этого нужно создать клиент. Пусть он называется... Ну, вы не поверите, он будет называться клиент. Вот. Но чтобы вот эта конструкция, вот эта конструкция непосредственно была доступна мне в этом сервисе, мне сделать нужно некоторые штуки вот в этом месте. Я должен зарегистрировать возможность использовать вот эти самые HTTP клиенты. Естественно, HTTP клиент регистрации имеет больше возможностей, чем я показываю. И это как бы будет вашим домашним заданием, если интересно. Если нет, забейте на него. Вот. И теперь у меня вот эта конструкция сработает, и вот здесь я получу клиента. Теперь мне достаточно сделать вызов на другой сервис. Клиент. Мне нужно сказать, куда пойдет этот сервис. Ну, буду делать Get Async. И, собственно говоря, как вы видите, в информации, которая посвящается из метаданных, мне нужно указать URI. Я знаю, что это будет HTTP S LOCAL HOST 5000 1, потому что мы делаем секьюрный коннект, то есть через HTTPS. Мне нужно написать сюда HOME, и мне нужно сюда написать INDX. Ну, и так как это у нас осинковый запрос, мне нужно получить RESULT. И давайте поставим BREAKPOINT, и запустим эти проекты. Отлично. Теперь из второго, вернее, из первого сервиса мы запросим второй. Как вы видите, запрос свершился, то есть я набрал адрес, который соответствует HOME SLASH INDX, и я получил SUCCESS, то есть 2000, и я могу сказать, что операция завершилась успешно. Но я сейчас не могу прочитать конкретно, что там написано, поэтому давайте сделаем VAR CONTENT, RESULT, RESULT, давайте так сделаем, ASINC, RESULT, CONTENT, GET, ой, вернее, READ, а STRING, ой, ASINC, ну конечно же, это же должен быть не ASINC, а WAIT, вот, и таким образом мы получим информацию, давайте запущу и увидите, что в контент придет информация из контроллера номер, из контроллера индекс микросервиса 1, мне нужно здесь написать HOME SLASH индекс, запрос на другой сервер, вернулся, окей, читаем из реквеста, ну и как вы видите, информация STRING FROM микросервис 2, то есть микросервис 1 сделал запрос на микросервис 2, все получилось, ну и теперь давайте приведем это все к общему знаменателю, здесь поставим, ну вернее не здесь, а скопируем то, что сейчас есть в микросервисе 2, перенесем это в микросервис 1, добавим, что у нас теперь есть там такой же старт по умолчанию, более того, вот этот контент выдадим в ок, ну в смысле в ок, и теперь запустим без дебагинга, и увидим в первом микросервисе информацию, вернее во втором микросервисе информацию на HOME индекс информации HOME 2, и во втором 5000 который, то есть в первом микросервисе все-таки как-то я неправильно назвал порты, да, смотрите, у нас на 6000 это микросервис 2, здесь мы имеем string микросервис 2, а в 5000 это первый микросервис, мы видим тот же самый ответ, ну в общем-то наверное я думаю, что это понятно, на этом видео наверное закончено, но на самом деле что бы я хотел сказать, как вы понимаете в реальной жизни запросы между сервисами, которые защищены паролями этот запрос не сработает, потому что мы не используем никаких данных по аутентификации или авторизации, поэтому я думаю, что на этом пока нужно будет остановиться и все-таки реализовать реальный какой-нибудь сервис авторизации, ну на примере, например, identity server, который бы послужил сервисом авторизации в вашей микросервисной архитектуре, если вы со мной согласны, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, мы начнем тогда именно с этого, если нет, то я в принципе смогу продолжить без этого, но тогда вы не узнаете как работает сервис авторизации, я думаю, что на этом теперь точно можно завершить, всего доброго, спасибо и до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok